Зашел без копачка, просто посмотреть, оценить данное образование. Вы видите крупная экзофитная опухоль. Это у нас где-то, ну, я бы сказал, все-таки верхний ампуляр, наверное, реттигмоид. И даже хорошо, что так. Я взял гастроскоп, поскольку у нас уже было известно, что это где-то левый фланг, недалеко. Колоноскопом здесь несколько сложнее манипулировать, а гастроскопом проще. Вот образование экзофитное, но с инверсией. Кстати, почему гастроскоп лучше, что можно всегда встать в инверсию. Колоноскопом не всегда это удается сделать. Мы можем, сейчас секундочку, перистальтика пройдет. Можно видеть, что основание широкое, это не ножка. Оно как бы зауженное, но при этом все-таки это широкое основание. Раз уж у нас мастер-класс, то мы будем делать диссекцию. Ну, я, в принципе, у себя в такой ситуации делаю диссекцию, потому что петлей проконтролировать наложение петли достоверно не получится. Хотя образование, я вот смотрел, сейчас мы включим, это айсканы. И вот айскануи, скажем так, основной для меня, во всяком случае, это узкий спектральный. Посмотреть здесь и рисунок слизистый, и микрососудистый, но, в общем-то, равномерный. Я не вижу здесь каких-то признаков явных карциномы, но в экзофитных образованиях нередко бывает скрытая мальганизация. Мы ее не видим, она где-то глубоко находится, вот в этих вот, куда мы раздвинуть не можем, вот эти ворсины глубокие поля. Поэтому, в общем-то, все равно, конечно, мы всегда стараемся удалять это единым блоком. Понятно, что если нет технологии диссекции, резекция петлевая, это тоже вариант для таких образований. Но при всех прочих равных лучше делать моноблочное удаление. Здесь, глядя на это образование, я сомневаюсь, что получится накинуть петлю так, чтобы мы могли схватить, ну, одним блоком, ну, уверенно. Может повезет, может нет, скорее нет, по моим ощущениям. Мы будем делать удаление методов диссекции в посредственном слое. Одеваем опять наш колпачок для диссекции. И сейчас будем... Начнем с того, что мы будем делать... Так, сейчас у нас обычный свет вышли. Еще раз увидим основание при помощи колпачка. Я сейчас так сдвигаю эти экзофитные части. Надо понять. А нам можно атропинчика добавить человеку? Потому что перистальтика такая довольно явная. Вот здесь хорошо видно натянуте основание. Вот здесь, ну, в принципе, колпачку тоже видно. Вот здесь, кажется, по краю колпачка, вон, видно, натянута складка. Оно заканчивается. Вот. И начнем мы, на самом деле, не совсем, может быть, стандартно. Мы сначала попробуем... Сейчас, если я встану удобно, перекину образование обратную. Мы сделаем разрез сначала с положения ретрофлексии. Ага, вот оно, основание. Давайте инъектор. Так, мы будем колоть гиалуроновую, да? Вот мы заранее развели гиалуроновую кислоту. Пополам связораствором. Пополам, потому что неразведенный он тяжеловато водится. Так, продуем сейчас. Еще, еще, еще. Ага, хорошо. Так, открываем инъектор. Вводим. Не надо... Вводим, 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 вводим. Стоп. Не надо пытаться глубоко водить инъектор. Достаточно так вот поверхностно. Вот я вкалываюсь. Оп. И подтягиваю, вводим. Более поверхностные слои. Стоп. Нам надо сделать отступ. Опять-таки не пытаемся под самое основание забраться. Нам надо понять, где нам удобно работать. Сейчас, единственное, что периодически перестатическая волна идет. Мне приходится так останавливаться. Открываемся. Вводим. Вводим. Давай, вводим. Угу. Давай, давай, давай. Вот. Хорошо. Стоп. Закрываемся. Так, видно, у нас хорошая подушка получается. Закрываюсь я, потому что на инверсии, ну, чуть хуже контроль за эндоскопом. Можно открытым инъектором, особенно перестатчики, просто порезать слизистую. Сейчас мы еще набираем раствор. Легкая пауза. Так, и ножик приготовьте. Ай-тип коротенький. Угу. Здесь, скорее всего, судя по размеру образования, хорошая воскулиризация должна быть, да? Ну, к сожалению, да. Что делать? Так, готов, да? Открываемся. Вводим. Вводим, вводим. Вводим, 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 вводим. Стоп. Также мы, в общем-то, стараемся смотреть, пока не закрываем ничего, смотреть на сосуды, по возможности в них не тыкать. Вводим. Хорошо. Стоп. Закрываемся. Так. Сейчас посмотрим, как у нас здесь получается. Ну, здесь более-менее, более-менее. У меня сейчас нет задачи здесь циркуляр сделать, я только делаю разрез дистального края. Ну, давай вот здесь добавим немножко. Вводим. Хорошо, закрываемся. И ножик. Говорю, не надо в сосуды, и все равно куда-то попал. Но, к сожалению, не всегда возможно предосхитить. Режимы на электрокоагуляторе те же самые? В принципе, да. Можно преддеркнуть. Одну и другую. У меня сейчас стоит режим гастрокат средний, эффект 2. Я эффект чуть-чуть уменьшил, мне не нужно здесь сильно коагулировать. Так, открываемся. Здесь не самая удобная позиция маневра, но такая, на троечку. Даже я бы еще уменьшил коагуляцию, потому что здесь в кишке, нам надо минимизировать эффект коагуляции максимально резко. Закрымся. Проверяем, что у нас получилось. Есть разрез. Откроемся. Сосуд сразу заварим. Сосуд будем варить сейчас на режиме гастрокатогуляции. Пациент у нас такой, с хорошим животом. И это находит отражение в том, что здесь в подсказном слое, что не очень характерно для кишки, есть жировые включения. На самом деле, избыточная масса тела пациента, она сказывается, естественно, и на подсказном слое. Я сейчас сразу немножко доработал эту зону, поскольку вот эти сосуды, чтобы их скоагулировать. Так, и вот здесь еще хочу эту сторону тоже пока, вот до края, от края полностью всю максимальную часть рассечь. Потому что дальше я пойду с прямой позиции. Мне уже эту часть будет делать потом неудобно. Вот тут гематома от нашей инъекции. Немножко расширяю разрез. Так, поскольку положение ретрофлексии у нас все-таки ограничено движение эндоскопа, просто нам надо сделать уверенный диастаз. Закроемся. Пока на этом все. Я ухожу в прямую позицию. Теперь мы забираем нож. Мы точно так же сейчас будем делать инъекцию. Образование экзофит я так опять немножко механически перекидываю. Видите, основание оно широкое по окружности, но по протяженности не широкое. И инъекции с этой стороны уже появилась часть нашего раствора. Но тем не менее, этого мало. Здесь нам вполне возможно надо будет отступить побольше. Потому что просто неудобно будет залезать. Вот, кстати говоря, сейчас у меня не самая удобная позиция. Я сейчас примеряюсь. Здесь более-менее. Ну ладно. Так, давай тогда, наверное, вот с этого места начнем. Открываемся. Вводим. Стоп. Вводим. Вот видите, я подтягиваю. Стоп. Как сразу на момент подтягивания. Вот этот вот холмик сразу резко вырастает. Не нужно глубоко вводить, стараться более поверхностно. Я просто вкалываю сначала. Иногда вот когда... Ага. Вкалывался. Вводим. И подтягиваем. Меняем сейчас шприц. Секунду. Готов? Давай. Вводим. Ага. 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 Стоп. Вводим. Стоп. Ага. Я стараюсь искать краешек нашей инъекции, но не сосуд желательно. Естественно. Вот сейчас просто не очень легко контролируется здесь. Вводим. Стоп. Ну ладно, пока оставим. Сейчас с другой стороны. Стоп. Здесь нам надо постараться пройти и увидеть, где у нас край. Без копачка. Это вообще будет невозможно сделать. Вводим. Стоп. Ну, в общем-то, здесь уже... Ну, давай вот сюда добавим. Вводим. Хорошо. Закрываемся. Угу. Собираем. Вот все-таки какой-то сосуд здесь появился тоже. Может быть, сразу когульнем. Чтобы не подкравливало. Ну, у нас, видите, лужа вот здесь слева. В общем-то, это нормально, что у нас пациент у нас сейчас на левом боку. В кишке зачастую приходится крутить. Вот, кстати, наш разрез виден. В остальной части. Ну, сейчас не кровит. Ну и ладно. Тогда пока оставим в покое. Здесь такой подход к данному образованию, что на полу сдутый придется работать. Потому что, если вот здесь я могу нормально еще, вот сюда, я вот подхожу уже, у меня аппарат... Я еле дотягиваюсь до этой стенки. Мне для того, чтобы дотянуться сюда, надо сдуваться. Пока будем сейчас входить под слизистый слой. Откроемся. Будем делать, по сути дела, где удобно. Вот тут гиперплазия. Бог с ним. Ну, а хорошо, давайте оставим ее. Не будем через нее идти. Вот видите, такие флиссирующие включения жировые. Они нам могут чем мешать? Тем, что линза будет спачкаться больше жиром. И то, что там больше сосуды. Такие они чуть похуже завариваются. Ну, посмотрим. Надеюсь, этого не будет. Сейчас я продлеваю наш разрез. Соединяюсь здесь с ранее выполненным. Закрыть. Проверяем. Соединились. Чтобы полностью рассекли слизистую оболочку. Теперь с этой стороны нам тоже надо... Я ушел довольно сильно в сторону. Так, вот разрез наш. Открываемся. Так, 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 так. Ага. Сюда. Сейчас я просмотрю, как мне будет выглядеть. На себя или от себя резать. Вообще безопаснее резать от себя. Мы так на просвет движемся. Но не всегда это бывает удобно. Спасибо. Закрыть. Соединились. Проверяем, что не кровит, ничего. Ок. Дальше у нас задача влезть под слизистый слой. Хочу немножко помыть. Открываемся. Открыто? Сейчас уберу чуть избыток жидкости. Открыто? Спасибо. Крупные сосудики, да, венка, пока я иду над ней, не знаю, проскочу или нет, жизнь покажет, но похоже нет, что-то там пытается кровить. Спасибо. Быстрый диастаз наступает, это для нас тесно хорошо. Мне здесь неудобно подходить, я так немножко на длинном инструменте, приходится работать. Вот крупный сосудик, мы его на гастрокогуляции проходим, длинный импульс даем. В кишке, как правило, этого достаточно, тут все-таки не как в желудке, тут сосуды не столь мощные, давление у них не такое значимое. С этой части мы вошли в подслистый слой, у нас, естественно, падается опухоль вот сюда. Это будет более проблемное место, ну, либо пациента крутить, как вариант, тракцики создавать себя. Посмотрим, вот для начала, там удобно, мы зашли, сейчас, по сути дела, нам надо попробовать здесь как раз отработать, в этой части. Да, там вот сосуд как раз прям под шлизистым лоскутом. Вроде, не кровит пока. Закроемся. 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 небольшие перфоранты но не мелкие но тем не менее так несколько импульсов коагуляции делаю закрыть чуть-чуть помыть линзу и сдуться как раз чтобы мне было легче подходить туда под слизистую основу открываемся вообще резать конечно лучше всегда справа налево там снизу вверх почему потому что камера выше мы видим куда идем я вот сейчас режу вниз но я понимаю куда но теоретически я так могу хоть сосуд пропустить лучше в этом отношении закрывать саму резку следить направлении камера чтобы контролировать лучше структура опять же мне очень сюда сейчас не подойти пока не залозку так слегка я вот хватая его колпачком но не хватает самоизгиба аппарата открываемся ну вот и и и и и и и и давайте протрем ножик сейчас и саму линзу еще протру этот нагар чуть снимем и саму линзу еще тоже в общем-то видно нормально но хочется и чтобы еще лучше было немножко поглубже чуть-чуть одену сдуваюсь опять же для того чтобы не легче было сюда залезть к этому краю с одной стороны на сдутом у нас пропадает натяжение несколько но мне проще секунду педаль неудобно стоят закройте открываемся закрыть надо переступить тут вот мы натянули копачку открываемся сосуды я иду на коагуляции пока коагуляции тоже режут конечно не так как резко закроемся хуже но ткани пересекает есть очень в диссекции важно вот эта работа колпачком открываемся чтобы создавать себе натяжение закрыть опять выходим на более сложную зону вот этот вот где у нас низ вот она зона край разреза открываемся вот как вот вот сейчас надо зацепиться здесь вот если видите внизу нарекает разрез открываемся я просто стою так здесь не очень уверенно закроемся здесь самое главное вот это вот ведь что держит у нас закрыть открыть давайте сразу сосуды пересечем довольно крупные но тем не менее тут не вены я думаю что мы должны справиться и ножом да это режим коагуляции вот видите в принципе казалось довольно крупные но даже ножом режиме гастро коагуляции мы их заварили закрываемся сейчас опять надо под сдуться потому что мне вот к этой зоне где у нас низ уже тяжело тут подбираться сейчас стало через изгиб кишки как бы проходим и вот вот он получать натяжение нужно сдуваться все время закрываемся 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 ну вот все что осталось открываемся все мы залили убираем нож давайте петельку отмечем образование спасибо снимем потом клопачок и посмотрим еще без клопачка общий обзор сделаем посмотрим надо ли что-то там коагулировать клипировать да 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 все циркулярно обошли гиалуронка очень хорошая вещь да да гиалуроновая кислота безусловно помогает в общем в кишке рекомендую конечно гиалуроновой кислотой работать это правда хорошая подспорь я хочу что скажу и плюс правильный хороший электрокоагулятор да кислота закрываемся стараемся с основания хватать отсеченное но более менее рыхлое скажем так если образование сразу не идет сейчас я это делаем тогда я чуть вперед толкаю петлю надо сделать небольшую дивульсию потому что почему порвем просто все слегка растягиваем сфинктер так без верства открываемся открываем забираем петельку я еще зайду вот таким образом мы в общем то вот это образование сейчас я протрусь забрали одним блоком сколько она там на скидку 4 сантиметра где то есть вот по даже ну до 4 где то может быть через половине получится вот его основание она чуть меньше чем у самого образования но мы сейчас растянет посмотрим но сейчас мы посмотрим дефект посмотреть что у нас получилось в самой кишке сдуемся дым уберем раздуемся да где то пол окружности получилось ну мы видели что широкое основание по длиннику но видите ну не очень большое здесь там ну сантиметр наверное сейчас еще под раздуемся может быть там с инверсии будет видней вот такой эффект повреждения мышцы нигде не было в общем тут ну это можно скорее здесь мы по моему не было вроде бы в этой зоне где то мы просто сосудов эти жир не сосуда не горит частенько так давайте вот здесь точно можно ножом когульнуть это край вот дно вот эти вот например перфоранты видите вот их честно говоря в ободочки лучше не коагулировать если вас что-то смущает лучше кипсу поставить а здесь это край это подслистый слой и в жиру такие они сосуды тоже склонны подкравливать здесь можно коагулировать поскольку мы не в дно работаем мы по подслистому слою поэтому сейчас мы немножко с коагулируем да ну так вот чуть касаясь по поверхам без нажима чтобы они вот варились и не рассекались какая ну наверное наверное закроемся сейчас из прямой позиции еще смотрим тоже вот этот край здесь тоже сосуды но еще в кишке они кровить могут конечно могут но честно говоря значение здесь редко бывает ну это может быть конечно ну здесь гемостаз довольно простой а вообще ничего не надо делать вообще ничего можно не закрывать потому что его можно зашить клипсами можно но отек нарастает через три дня эти клипсы просто прорезаются поэтому смысла никакого нет зашивать надо только мышцу если есть дефект мышцы тогда конечно зашиваем дефект слизистый совершенно это не обязательно делать ну собственно все поздравляю спасибо спасибо